И уже сегодня губернатор Лев Кузнецов побывал в Богучанском районе, где принял участие в торжественной церемонии сварки первого стыка нефтепровода Куюмба-Тайшет. Это ознаменовало начало строительства трубопровода, общая протяженность которого составит свыше 700 километров, а пропускная способность 15 миллионов тонн нефти в год. Магистраль обеспечит транзит черного золота между месторождениями всех российских нефтегазовых компаний, а также позволит вести разработку красноярских недр. Стоимость проекта около 100 миллиардов рублей. Он также включает в себя 4 нефтеперекачивающих станции, резервуарный парк и объекты инфраструктуры. Важность этого объекта для нашего региона сегодня подчеркнули и краевые политики. Проект стратегически очень важный для Красноярского края. Почему? В советское время Красноярского края была своя специализация. Это были нефтяные регионы, Красноярский край был регион металлургический. При этом потенциальные запасы углеводорода в Красноярском крае сопоставимы с лидирующими регионами в Российской Федерации. Проблема одна. В советское время не успели построить инфраструктуру доставки этой самой нефти и газа из наших месторождений, которые находятся на севере в тяжелых климатических условиях. Ну, соответственно, в те магистральные нефтепроводы и к тем логистическим центрам, где это возможно потом транспортировать и продавать. Это дополнительное поступление в бюджет. Это сотни новых рабочих мест, потому что две нефтеперекачивающие станции, плюс обслуживание всего объекта. Для меня, как для депутата Багучанского округа, очень важно, что технологическая дорога этого рядом с линейным объектом фактически станет у нас межмуниципальной дорогой от Багучанского района до Байкита. Вот такие проекты, которые начались на юге Ивенкии, говорят о том, что экономика этих северных территорий наконец стала шевелиться, территории стали востребованы и те обещания, которые были обещаны северянам, вот наконец начинают воплощаться в жизнь.